Убежать от городской суеты, послушать пение птиц и полной грудью вдохнуть запах теплого соснового леса. Что может быть прекраснее? Не зря и ученые говорят, что единение с природой человека облагораживает и успокаивает. Напрягает лишь одно – окружающие горы мусора. Это не придомовая территория, не сквер и даже не парк. Что не мешает старой объездной дороге в районе Сельдзинского шоссе быть живописной и зеленой. Сосновый лес вдоль проезжей части, заросли кустарника и действительно оглушительный гомон птиц. Все плюсы разбиваются от человеческий эгоизм и безразличия. Несколько лет назад, казалось, проблема решена. Свалку устранили, территорию очистили, поставили на контроль, отчитались. Лучший контролер – это совесть. Вот здесь будет то же самое. Пока мы будем гадить под себя, мы будем жить в этой ситуации. И поймите здесь честное слово, то есть вот то, что мы сделали, да, действительно, в течение месяца в ежедневном режиме муниципальные предприятия, МБУ занимались именно этим. То есть в это время мы должны понимать, что мы, да, сделали это, сделали, может быть, неплохо. Но те производственные функции, которые должны быть сделаны в это время, просто были не сделаны. Сил и средств на ликвидацию стихийного мусорного полигона положили немало. Тему муссировали не только ульяновские журналисты. Свалка даже удостоилась визита депутата Государственной Думы. Казалось, в деле поставлена точка, которую в запятую превратили экологи. Здесь была большая свалка несанкционированная, ее убрали. Ну, как правильно коллеги ваши отметили, что мало того, что вот свалки несанкционированные убираются, нужно еще ликвидировать причины их возникновения. Причины видны невооруженным глазом. Тихая дорога вот уже на протяжении многих лет спросом у водителей не пользуется. Ее облюбовали те, кто не хочет утилизировать законными способами, в основном строительный мусор. Спустя два года вдоль дороги опять начинают появляться предвестники бури. Мешки со строительными отходами, старая разбитая мебель и прочие отходы человеческой жизнедеятельности. Не каждую несанкционированную свалку просто заметить. Организаторы делают все, чтобы творение их рук как можно дольше оставалось в тени. Вот и в этот раз мы могли проехать мимо, но внимание привлекло вот это пятно на асфальте. Дальше взору открылись обгоревшие деревья. Подойдя поближе, мы увидели настоящее кладбище старых автомобильных покрышек. А это уже пострашнее бытового и строительного мусора. Горящие покрышки угрожают не просто уничтожением зеленых насаждений, но и, возможно, локальной экологической катастрофой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова